25 сентября коллегия администрации Угличского муниципального округа рассмотрела вопрос о готовности округа к грядущей зиме. Следует напомнить, что подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы к будущему отопительному сезону велась в соответствии с утвержденным ранее главой округа планом мероприятий, а за его выполнение отвечал специально созданный штаб, в состав которого вошли представители администрации округа, энергоснабжающих и обслуживающих организаций. И вот каков итог этой работы. По данным проверок, к работе в осенне-зимний период готовность составляет таким образом. По котельным оценили готовность в 98%, по тепловым сетям 95%, по ремонту кровель 85%, по ремонту внутренних инженерных сетей 85%, по замене ветхих водопроводных сетей 62%. Закончена опрессовка наружных и внутренних сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с предъявлением их энергоснабжающим организациям. Но остались, в общем-то, очень небольшие, скажем, объемы, и в процентах это где-то в пределах 3-5%. В ходе мероприятий по энергоресурсовосбережению завершаются работы по реконструкции котельной муниципального предприятия «Реком» с переводом на природный газ. Сегодня я проводил совещание по этой котельной, и на 7 октября, в общем-то, намечено начало постканалочных работ по этой котельной. По переводу малоэтажной застройки на идеальное отопление ведутся работы. Продолжаются работы по оптимизации системы теплоснабжения Южного жилого района. Проведенная работа позволяет свести к минимуму риск возможных аварий и сбоев в работе системы жизнеобеспечения населения округа. На всех энергоснабжающих предприятиях созданы необходимые запасы мазута, как основного, так и резервного топлива. На сегодняшний день в наш адрес поступило 1447 тонн мазута, и на начало отопительного сезона мы практически закомплектовались. Это наша месячная потребность. То есть, как только наступит время начала отопительного сезона, мы готовы будем начать его. Топливо у нас есть. Частично созданы запасы материалов и средств для аварийно-восстановительных работ. Проведена защита заявок на объем подачи природного газа для социальной сферы на 2004 год. Наша заявка удовлетворена на 100%. Все будет зависеть уже дальше от нашей оплаты за газ. Наша потребность полностью удовлетворена. Для отопительных котельных установлены лимиты топлива, уточнены нормы его потребления. На селе основными объектами в плане подготовки к зиме являются системы отопления в образовательных и медицинских учреждениях и котельные. Судя по докладу специалиста по работе с сельскими администрациями Сергея Маклакова, большая часть из них к отопительному сезону готова. Исключений составляют пока несколько объектов. В обоих докладах прозвучала также информация о том, какой объем работ удалось выполнить в городе и в селе в сфере благоустройства, а также по ремонту и развитию систем водоснабжения. Что касается вопросов с мест, то они главным образом поступили докладчикам от главы округа и касались наиболее проблемных моментов. В частности, Элеонора Михайловна акцентировала свое внимание на вопросах ремонта водопровода больницы, дальнейшей реализации программы «Крыша», продолжение газификации деревни Чурьяково, рассмотрела ряд других проблем. А в целом, как позже отметила глава округа, коллегия по вопросу готовности округа к зиме прошла в этом году безболезненно и легко, поскольку все намеченные работы выполнены, и уровень готовности к отопительному сезону предприятий и организаций, систем и объектов теплоснабжения в целом по округу достаточно высок. Продолжение следует...